Дорогие друзья, уважаемые слушатели и зрители, здравствуйте вашему вниманию в прямом эфире программы «Якутск. Сегодня у микрофона» с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Ольга Степанова, Николай Дмитриев, а в нашей студии гости. Андрей Сосновский, заместитель министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Владислав Хабаров, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. Владислав, добрый день. Добрый день. Мария Чемпина, координатор социального проекта «Республиканский слёт приёмных родителей». Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Кондакова, вице-президент Межрегиональной общественной благотворительной организации «Линия жизни». Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня пришли в нашу студию. Я думаю, что разговор у нас получится интересный, полезный, важный, потому что вы все на самом деле настоящие герои. Вы все победители, во-первых, грантов, и те проекты, о которых вы заявили, мне кажется, это просто настоящий подвиг, потому что вы сфокусировали внимание на тех слоях населения, которым оно необходимо, нужно, и которые, в общем-то, не пользуются популярностью в нашем социуме, к сожалению. И вы это исправляете. Но, наверное, первый вопрос мой будет Андрею Александровичу о том, как вообще проекты становятся актуальными, и как находятся люди, которые их реализуют в жизни. Да, спасибо за вопрос. На самом деле, проекты у нас становятся актуальными, когда люди, которые их предлагают, они обосновывают их и говорят о том, что именно этот проект влияет со социальным значимым. Потому что, когда мы говорим о грантах, прежде всего, актуальность и социальная значимость, они идут рука об руку. То есть мы тут прежде всего, и вот наши гости, партнеры, некоммерческие организации, они все имеют огромнейшую социальную значимость и социальную составляющую. И, естественно, если мы будем говорить о том, что претельные проекты были актуальны в то или иное время, но у нас есть вечные социальные темы, предположим. То есть всегда существуют социально незащищенные семьи, всегда существуют проблемы, которые связаны с воспитанием детей, с неполгополучными своими населениями. Все эти истории, они актуальны на протяжении очень длительного периода времени. Поэтому здесь, конечно, мы всегда говорим о том, что социальная составляющая – это необходимо. И, конечно же, мы всегда аплодируем и говорим о том, что руководители проектов, те люди, которые берут ответственность не только за определенный круг вопросов, когда вы пишете проект, то есть вы ставите перед собой задачи, и вы обязуетесь их реализовать в случае победы. То есть здесь у нас победители, которые, естественно, успешно реализуют эти задачи и взяли на себя вот эту, скажем, не повысит слово, социальную ответственность именно дополнить работу государства, социальных служб в той части, где вот есть пробелы. Спасибо. Что-то я так увлеклась монологом в своей голове. Я упустила или я назвала тему нашего эфира – «Актуальные вопросы реализации социальных проектов в городе и республике». То есть сегодня мы будем говорить о тех проектах, которые стали победителями, которые признаны актуальными, важными на сегодня. Ну, давайте начнем с какого-то проекта, потому что все они важны, я даже не знаю, с какого лучше начать. У Владислава проект, который… Вы оказываете помощь детям, участникам военной операции. Да, специальная военная операция. Да, может быть, давайте с вас тогда и начнем. Расскажите, пожалуйста, что за проект, как вы решили его придумать, как вы о нем заявили и, может быть, уже о том, что сделано. Да. Ну вот у нас есть Центр опережающей профессиональной подготовки, открытый в 2020 году. Мы занимаемся внедрением проектов в отрасли образования. Очень много образовательных проектов, которые запущены силами нашего Центра опережающей профподготовки. И вот действительно в 2022 году мы заявились на грант и назвали его «СВОИ». Это мероподдержки для членов семьи военнослужащих, когда школьники 10-11 классов, являющиеся членами семьи СВО, они могут получить бесплатно любую рабочую профессию. То есть, как мы все знаем, если у тебя есть аттестат неполного общего образования, то есть девятиклассника, в 10-11 классе ты можешь параллельно с учебой в школе получить какую-нибудь профессию. И после 11 класса ты уже можешь выйти на рынок труда, работу получить. Сейчас образовательные организации подключаются. Это будет реализовывать не наш центр обучения, а образовательные организации, которые находятся на территории республики. Республика у нас огромна, все районы подключаются. И сейчас мы ждем заявок школьников, родителей и начинаем обучать. А что за профессии? Расскажите, какие именно профессии? Профессии разные есть. Сейчас уже представлено около 40 профессий, по которым могут обучиться школьники. Ну, например, вот сейчас в Нижнем Бестяхе силами транспортного техникума обучено 11 фотографов. Фотографы обучались в студии пространства в городе Якутске. Это хорошая профессия, можно заработать хорошо. И вот наш знаменитый фотограф Алексей Павлов, он обучал школьников своему мастерству. То есть, и они на выходе получают свидетельство о профессии фотографа. А еще какие профессии? Расскажите, интересно, и пользуются ли они спросом? То есть, это не просто так, ты иди вот эту честь, потому что есть такая возможность, а именно, что это находит отклик у тех детей, которые приходят, чтобы это было востребовано. Самая популярная, конечно, профессия – это водитель категории «Б» и водитель категории «А», мотоциклы. И школьники очень много обращаются. Да, действительно, эти две профессии у нас также представлены. Есть популярная профессия сварщика, есть повар, кондитер, парикмахера есть, швеи. Вот швея, группа уже набрана, и она скоро стартует. Это очень популярные направления для школьников, которые они могут получить. Ну, естественно, каждый школьник выбирает, исходя из своих наклонностей, талантов, способностей, какая профессия ему нужна. В рамках этого проекта свои, не только там просто обучение, а мы делаем еще и профдиагностику. То есть, профессиональную ориентацию на входе делаем для школьников и понимаем, какие профессии ему более-менее будут нужны. Вот это очень важно, чтобы было какое-то желание, какая-то способность к этой профессии. И еще же делают какой-то такой тест, что ты можешь, если ты выбрал эту профессию, один день провести уже с теми, кто в этом деле работает, кто долго можешь провести какой-то день, например, в цехе швейном или с фотографом с хорошим, посмотреть, из чего его день складывается. Да. Вот этот проект родился из нашего масштабного проекта. Мы хотим, чтобы каждый школьник на самом деле республики мог получить первую профессию бесплатно. Есть такой проект образовательный «Первая профессия», когда мы даем бесплатно, когда мы хотим дать бесплатно профессию эту. Ну вот я очень рад, что грантами главы поддержан этот проект, и впервые он будет реализован для школьников, членов семей СВО. То есть сначала начать с этой группы, а потом уже перейти и сделать это доступным для всех? Да, для всех школьников, чтобы они могли получить первую профессию бесплатно. Возврат в СССР. Да. Ваша жизнь как-то изменилась до проекта, увы, и во время проекта? Ну, на самом деле, когда мы выбирали победителей, когда мы получили свидетельство о том, что мы получили грант, очень много людей поздравляли. Как люди, друзья смотрят на это? Они думают, что мы выиграли очень много денег. На самом деле гранты главы — это большая ответственность социальная. Это нужно реализовать. Мы уже в этом проекте участвовали, в грантах главы. Там очень большая отчетность. Здесь не идет речь о какой-то прибыли или о какой-то там работе на благо себя. Действительно, мы считаем, что эти члены семьи военнослужащих, школьники, должны быть полностью окружены заботой государства. Они, конечно же, получают льготы, преференции в поступлении СПО, в вузах. Но именно школьная часть получения первой профессии, мы считаем, что она должна быть для них бесплатна. И вот начали это реализовать. А что самое сложное, когда ты выигрываешь грант и уже потом работаешь в этом направлении, для вас как для организатора? Ну, отчетность, наверное. Есть, конечно, отчетности. И самое главное, чтобы его реализовать. Ну, обязательства же. Сначала мы подаем документы, что мы его реализуем, как мы видим. И очень большая ответственность для руководителя этих проектов, чтобы оно ровно шло, как мы запланировали. Всякое же бывает в жизни, и у нас всякое может произойти. И очень хочется, чтобы он был реализован так, как мы хотим. Ну да, на бумаге можно одно выложить, а жизнь вносит свои коррективы. И, может быть, по-другому. Вот как раз мы до эфира говорили о том, что могут быть такие истории, когда не вся сумма, не весь грант, он реализован. Андрей Александрович, расскажите, что в таком случае происходит, как можно эту ситуацию исправить, и нужно ли ее исправлять? На самом деле, такую ситуацию нужно исправлять, и всегда, вне зависимости от уровня гранта, тут коллеги есть, которые региональные победители, федеральные победители, всегда это, мне кажется, тесная и хорошая работа с кураторами. И это зависит с двух сторон. То есть, должны быть хорошие кураторы, и должен быть отзывчивый контакт. То есть, если мы говорим про фонд президентских грантов, у них есть свой сайт и свой чат. То есть, если вы взаимодействуете с ними через чат, все это можно написать и расписать, и кураторы сами принимают решение о пересмотре, например, тех иных лимитов в пределах 15% от суммы гранта. Это полностью решение куратора. У нас в министерстве немного по-другому, потому что мы все-таки не фонд, мы министерство, у нас больше проверяющих. У нас решение принимается комиссионно. Но, опять же, если вы с куратором все это отработали, то комиссия по доп. соглашениям, она у нас так называется, она может вам изменить те или иные номинования, те или иные статьи внутри вашей сметы. Если у вас там поменялись цены, изменились расходы, продлить сроки, но максимум на полгода, потому что это бюджетное правило. И мы не допускаем, например, открытия новых статей, потому что, как уже было сказано, если вы написали проект на определенной статье, и вы берете на себя социальную ответственность реализовать проект в рамках этих статей, пожалуйста, реализовывайте. То есть больше денег нельзя получить во время ужаса? Нет, конечно, да. Это было бы очень хорошо. Вы можете на чем-то сэкономить. Было бы хорошо. Да, где-то выиграть. Грубо говоря, когда у нас, например, ушел с Российской Федерации Zoom, многие начали экономить на нем. То есть платные подписки Zoom у нас убирались, зато больше закладывались, например, на технику, на другие какие-то статьи, а пользовались нашими бесплатными отечественными аналогами. То же самое можно говорить про какие-то там SMM-технологии и так далее. То есть эти статьи тоже стали уходить, потому что там стали больше пользоваться Telegram, например, где там премиум подписка, она не так дорого стоит, как SMM, ну и так далее. То есть мы понимаем, что жизнь сейчас очень динамичная, и грантополучатели приходят в такие условия. Фонд президентских грантов, другие федеральные фонды также это все понимают. Самое главное, я говорю, сигнализировать. Мы хотим всегда и доносим, что наши НКО, они не одни, они просто должны подавать сигналы, что у нас тут проблема, и мы совместными усилиями должны все решать. Конечно, когда сроки реализации проекта уже вышли, ты приходишь с отчетом и говоришь, ну вот у меня не получилось, и когда начинаешь спрашивать, а почему не получилось, и вместе мы, оказывается, приходим к такому решению, что не все пути выхода и решения были использованы, потому что человек просто решил никому не доносить о своей проблеме и остаться с ней самому. Это неправильное решение. Надо все-таки сигнализировать. Сигнализировать кураторам, написать письмо поддержки, ходатайство какое-то, пробовать, искать варианты. Даже если мы говорим о том, что цены тоже растут, но при этом можно найти аналоги, можно там какие-то статьи поменять. То есть всегда можно что-то придумать. Да, конечно, если кто-то хочет прокачать себе ответственность, иди и выигрывай грант. Это точно, да. Ты опытным путем уже станешь ответственным человеком. Оксана, у вас были такие ситуации, когда у вас вот на бумаге одно с вашим проектом, который называется «Бомжи». «Бомжи». «Не бомжи». «Не бомжи вы». «Не бомжи вы». «Не бомжи вы». Кстати, почему такое название еще так раздельно по слогам? И были ли такие ситуации, когда у вас осталась какая-то сумма и на бумаге одно, а в жизни другое? Или наоборот, что там может не хватило? Да, конечно, как уже коллегами было озвучено, да, жизнь наша динамичная, меняется все, меняются какие-то обстоятельства, то есть и, соответственно, мы вносим в ходе реализации проекта, мы вносим какие-то изменения, да, у нас меняются там обстоятельства, допустим, мы переезжаем, то есть у нас вот свежий проект, который мы сейчас реализуем, как раз вот такая вот ситуация возникла, да, где нам требуется смена перемещения восстановительного центра с одного адреса на другой адрес, и там у нас заложена была арендная оплата, соответственно, мы сокращаем какую-то статью расходов, да, и переносим эти средства на другую статью расходов, которая есть уже в проекте, есть в СМЕТе, она не новая, то есть вот такое перемещение возможно, конечно, здесь работа с кураторами, и без проблем, как бы, наше курирующее министерство всегда идет навстречу, главное, внятное обоснование, да, фактически, то есть невыдуманные какие-то там обстоятельства, да, действительно вот такая потребность возникла, и всегда идут навстречу, без всяких проблем можно какие-то вот подвижки, допустим, в бюджете, при реализации проекта спокойно вносить. Расскажите, почему вы решили вот такой проект заявить, с чем это связано, что вдруг вот к этой категории населения, и такое еще утверждение, что все-таки нет, ну, они же, да. Мы работаем с этой категорией людей уже нашей организации будет 9 лет в феврале официально, а не официально, то есть эту деятельность мы начали намного раньше, то есть работаем давно, реализовали уже множество проектов по поддержке вот этой категории незащищенной бездомных людей, и мы, как бы, в этом году стали победителем мигрантов главы Якутии с нашим проектом, то есть это наша текущая, можно сказать, деятельность, да. Мы, ну, как бы работаем, часто нас спрашивают о том, ну, вот как вы, вот, сподвигло, что вас сподвигло на работу, на работу вот с такими вот, как бы, людьми. Ну, в прошлом просто у меня супруг сам столкнулся с проблемой, ну, не бездомности, как бы, ну, похожая тоже у него была, как бы, ситуация, он ее преодолел и решил помогать вот точно таким же людям нуждающимся, то есть это было очень много лет назад. А вы его поддержали? Я его, соответственно, поддержала, дальше мы зарегистрировали некоммерческую организацию, к нам уже потом присоединились наши, как бы, коллеги-сторонники, волонтеры сейчас у нас, наши помощники, да, кто помогает нам в реализации наших проектов, это наши бывшие бездомные, которые много лет назад когда-то обратились к нам за помощью, они прошли курс социальной адаптации, восстановились, и теперь уже много лет помогают вот точно таким же бездомным людям, какие когда-то вот они были сами. Ну, в моем представлении, бомж, человек без определенного места жительства, да, это вот человек, который, там, не знаю, на тротуаре лежит, да, в абсолютно непотребном виде. Вот ваши подопечные, они такие? Такие, да. У нас центр является восстановительным, низкопороговым, то есть мы берем людей вот прямо с улицы, вот бездомных, как видим, мы на автовокзале, да, в таком вот виде, то есть они поступают к нам в центр, соответственно, там проходят первичную санобработку, получают нательное белье, одежду, обувь, предметы личной гигиены, и с ними начинают работать социальные работники, волонтеры, психолог, юристы, то есть помощь на самом деле они получают комплексную, то есть помыть и привести человека, ну, как бы... Человеческий вид. Да, это самая малая задача, самая простая, вот, это, которая вот на входе получает человека, дальше же, как правило, они, большинство из них отсутствуют документы, то есть мы помогаем восстанавливать весь пакет документов, это паспорта, ИНН, СНИЛС, получать медпомощь, то есть это нужно восстановить медицинский полис и так далее, для того, чтобы человека качественно социализировать, да, вернуть его в социум, то есть там должно очень много с ним пройти мероприятий. Да я даже не представляю, они ведь в основном все и зависимые, там присутствует алкоголь или еще покруче химические зависимости, они ведь могут просто сбегать из того места, где вроде бы им создают хорошие тепличные условия в привычную среду обитания. Есть, конечно, большой процент людей, которые вот попали в состояние бездомности, как правило, стаж бездомности у таких людей очень большой, и они обращаются за помощью в восстановительные центры для того, чтобы просто помыться, переодеться, покушать, ну, отлежаться, грубо говоря, да, и там через неделю, через две уйти. Вот это очень жизненная история. Такие есть, но мы все равно не можем им отказать. Вот в условиях, как бы, наших, да, крайний север, когда зимой минус 50, как вот человека мы можем не пустить в восстановительный центр? Хотя мы знаем, да, мы знакомы с ним, с его историей уже, как бы, очень давно. Мы знаем, что он там через неделю, через две может уйти, то есть выключиться из программы, да, но мы, тем не менее, никогда не отказываем таким людям в помощи. Терпение у вас нечеловеческое. А может человек, который увидел такого человека, который, например, вот в таком состоянии, да, там, зимой или вообще просто вот он лежит и не проявляет признаков жизни, обратиться к вам, и вот через посредника вы можете забрать? Или вы только сами вот как-то? Нет, конечно. К нам обращается, вот у нас в городе есть единственное государственное учреждение, это отделение социальной адаптации Терех, а на 80 койко-мест. Этого количества мест, естественно, недостаточно для нашего города. И люди, обращаясь туда, при отсутствии мест, то есть там социальные работники выходят на нас, если у нас есть места, мы принимаем, но зимой, как правило, как бы все такие учреждения и восстановительные центры заполнены, то есть там места появляются нечасто на самом деле. Оксана, вас перебью, у нас сейчас будет короткая реклама, и потом мы продолжим говорить о интересных проектах. У нас еще впереди проект по приемным родителям. Оставайтесь, дорогие слушатели и зрители. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, продолжаем. У нас, на мой взгляд, очень интересный эфир, важный, актуальный. Просто святые люди в этой студии. Я удивлена, вот за время рекламы еще много нового узнала. Люди, которые помогают другим просто так, по зову души. Я прям не знаю, низкий поклон каждому из вас и Андрею Александровичу за то, что даете возможность таким проектам реализоваться. Мы уже поговорили о проекте, который помогает детям, участникам военной операции найти специальности. Начали говорить о проекте, который помогает людям без определенного места жительства, в тяжелом состоянии, в трудных жизненных ситуациях, обрести человеческий вид для начала и хотя бы ухватиться за какую-то возможность социализироваться и начать нормальную жизнь, где ты можешь и зарабатывать, и можешь как-то про жилье как-то подумать. Я, конечно, в восторге от того, что я услышала, но я хочу дать все-таки слово Марии, и чтобы она рассказала о своем проекте, тоже очень важный, очень нужный проект. Он про сиротство и про приемных родителей. И вы занимаетесь такой проблемой, чтобы не было возврата в детей снова, в детские дома, когда их уже взяли приемные родители. На самом деле это действительно очень сложный вопрос, очень тяжелый вопрос. На самом деле проблема нашего социума, она есть такая, и она не заканчивается. Но почему так происходит? Ведь перед тем, как родители становятся приемными родителями, они все-таки проходят некий путь, они принимают это решение, они проходят школу родителей. Что же не складывается потом, когда приходится снова расставаться с тем ребенком, которого ты только что взял и пообещал ему семью? Расскажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Я представляю Международный детский фонд «Дети Сахази», и сейчас будем говорить о республиканском слете приемных родителей и специалистов сферы сиротства. Причины отказов я вам точно не скажу, потому что факторов много. Они могут не пройти, ни ребенок, ни родитель может не пройти. Адаптацию. Сначала нужно пройти адаптацию и так далее. Все это прорабатывается на тренингах школы приемных родителей, и мы причины не узнаем. Знаете, я подумала, родители-то проходят этот этап, школу родителей, а детей-то в принципе нет, которые приходят в эту семью. Да, но сначала дознакомиться, знакомиться же с ребенком. Для ребенка это вообще очень сложная новая. Процесс вообще того, что от учреждения и передачи на воспитание в семью ребенка, мы к этому не относимся. Мы проводим слет приемных родителей в этом году уже седьмой раз. Мы проводим это с 2015 года. Делали перерыв в 2020-2021 году в связи с пандемией, потому что запретили массовые мероприятия. И стилет проводится, можно сказать, в целях профилактики выгорания родителей, приемных родителей, и специалистов центров содействия в семейном воспитании, и отделов опеки. Я из таких вот очень коротких разговоров, тех людей, которые брали детей из детских домов, и какое-то время эти дети живут с ними, чаще встречается мнение, что если бы я знала, через что мне, или знал, через что мне придется пройти, я бы сто раз подумала вот на начальной точке, что это очень тяжелое на самом деле. Конечно, это очень тяжелое. Это очень сложно, потому что, может быть, причина в том, что родители приемные хотят заменить родных родителей, и такое непринятие той истории ребенка, которая была до них, то есть какое-то, может быть, осуждение, или какое-то, может быть, желание быть лучше их. А на самом деле ребенок, это же есть его родители, Он из них состоит, и такое исключение, может быть, вот это противостояние такое рождает, что вроде бы ребенка не принимают, не принимая его родителей. Потому что дети же, оказывается, зачастую в детских домах, иногда, конечно, это трагедия, что-то случается с родителями, но зачастую это родители, которые лишены родительских прав, либо которые оставляют детей намеренно. Может быть, вот в этом проблема. А что на ваших слетах проходит? Какие методы работы с родителями? Чем вы помогаете конкретно? Есть ли какие-то истории, что изменилось, например, в семье, допустим, до слета были сложности, а после того, как вы с ними поработали, как-то стало им легче, проще по их обратной связи? На слете нынче мы провели круглый стол с органами профилактики, опеки, специалистов. И там были затронуты важные вопросы, которые волнуют приемных родителей. И тренинги со специалистами, с психологами. Каждый родитель смог высказаться о своих проблемах, о тех вопросах, которые ее очень сильно волнуют. Да, хорошая помощь, чтобы была какая-то обратная связь. И те люди, которые тоже с тобой в одной похожей истории, которые могут своим опытом поделиться. Они общаются друг с другом, делятся опытом. Может быть, кто-то новичок в этой теме, да, кто-то уже, например, брал несколько раз детей. Этот вопрос, можно сказать, популяризация темы приемного родительства, помощи будущим семьям, чтобы они не боялись брать детей в свою семью. Да, страшно, конечно. Потому что получается, что это же совсем незнакомый человек со своим миром. А может быть, есть какие-то там возможности, чтобы ребенок сначала приходил в семью на какое-то время. Есть же вот такие вот какие-то... Есть же бестевой режим? Да, например, на выходные. А потом, чтобы как-то он познакомился, если дети уже есть в семье, да, с детьми, которые уже есть, подружился. Но все равно, конечно, это очень сложная, вообще тяжелая тема. Я, например, вообще не знаю, как люди находят в себе такую смелость. Но после школы приемного родителя многие семьи отказываются. Отказываются, да. Потому что там уже на самом деле уже показывают. Так может, ваши слюты нужны до того, как они возьмут ребенка. Вот как раз до того, чтобы они пообщались с теми, кто уже в этой теме, которые только хотят взять. Тогда, может быть, будет меньше отказов. Пусть будет меньше возможностей взять ребенка, но зато их не ранят повторно. Ну, до того, как взять, они проходят в школу приемных родителей. И там уже все обсуждается, предупреждают, с какими сложностями они будут встречаться, какими диагнозами могут быть дети, как нужно с ними общаться, контактировать, как воспитывать. Там все проходит психолог. Очень опытные психологи проводят. А гранты можно выигрывать, вот, допустим, закончился грант, да, вы реализовали программу, и в следующий раз еще раз подавать и еще раз выиграть, да? Или есть какой-то регламент, норматив? Ну, вообще, официально везде декларируется, что на один проект может только один грант. Это общее правило всех федеральных конкурсов. То есть, если у вас длящийся проект, то вы, соответственно, как правило, грант берете, должны брать уже на другую немного историю. То есть, вы должны что-то менять в своем проекте. Это вам скажет любой социальный проектировщик, у которого вы будете консультироваться по подаче заявки. То есть, грубо говоря, вы можете охватить ту же категорию. То есть, приемные семьи прекрасно, социально незащищенные категории населения, детей свой. Вы можете также дальше с ними работать. Но вы должны менять именно свой проект внутри, развивать его. Добавить новизну, да? Просто я вот, мне очень понравился проект Оксана, и вот хочется, чтобы вам давали и давали деньги на это. Потому что вы просто берете вот и спасаете людей, как со дна их поднимаете. И это, мне кажется, так тяжело. И денег-то там всегда точно не хватает, потому что ты же не знаешь, сколько будет таких людей. Невозможно это посчитать ведь. Ну, статистику, на самом деле, по бездомности в Якутии и в городе, в нашем, в частности, никто не ведет. Никакие ведомства, учреждения. Точное количество бездомных неизвестно. Оно только приблизительное предположить. Мы можем предположить, сколько их на территории города находится. Вот если до пандемийные годы взять, допустим, наше государственное учреждение, тирех, ежегодно обращались 600-700 человек. Плюс наша организация, да, и еще какие-то там частные лица тоже помощь в частном порядке таким ребятам оказывают. Вот можно предположить, что таких людей на территории города, то есть порядка двух и более тысяч человек. Так вам бы каждый год этот грант выигрывать вот на этот проект, на эту программу, потому что она нужна-то каждый год? Мы, вот, мы, конечно же, эту деятельность ведем, пишем проекты новые, что-то пытаемся менять, конечно, внедряем какие-то свои наработки, да, подаем, ну и, слава богу, нас поддерживают. Для наших слушателей и зрителей можно вот рассказать о том, как у вас происходит алгоритм того, как происходит ваша помощь. Вам звонят, к вам обращаются за помощью, чтобы вы помогли такому человеку. Вы его берете, вот, чуть ли не с, чуть ли буквально, да, с земли поднимаете, привозите в свой центр и отмываете его, приводите в человеческий вид. Мне кажется, вы столько преступлений предотвращаете, потому что в основном же чаще всего это люди в нетрезвом состоянии, и вы сказали, что ни разу, ну или там считанные разы, когда вы встретились с агрессией, то есть люди понимают, что их везут там не куда-то, да, воспитывать, да, а просто везут, чтобы им помочь. Помочь. И, а если бы человек вот так остался, да, он бы всё, что угодно могло случиться, он мог бы умереть и не выжить, да, мог бы в какую-то потасовку ввязаться, да, мог бы кому-то причинить там зло, ограбить кого-то, да, в таком состоянии, в таком положении. Мне кажется, это просто, я в восторге сегодня от вашего проекта, хотя все остальные проекты тоже замечательные и прекрасные. У нас не так много остаётся времени до конца эфира. Может быть, я что-то не спросила, что-то упустила, может быть, кто-то из вас что-то хочет добавить. Я хочу добавить, да, вот очень важным моментом при написании проекта, при реализации является софинансирование проекта. То есть мы получаем гранты же, нам выделяют определённую сумму, но обязательным условием является вложение, софинансирование. Оно не обязательно имеет, вернее, не всё оно состоит из денежного эквивалента, да. То есть в софинансирование входит и труд волонтёров, труд каких-то привлечённых специалистов, которые на безвозмездной работе работают с целевой категорией людей. Но софинансирование есть всегда. И чем больше вот этот процент софинансирования мы вкладываем в проект, тем больше вероятность того, что эксперты, которые оценивают проекты, да, дадут, как говорится, добро на реализацию вот какого-то социального проекта. То есть это очень важный момент. Андрей Александрович, у вас есть такое ощущение, что вы бы, например, сами чувствуете, что вот такой бы проект бы сейчас в это время был бы нужен, а его никто не предлагает? И может ли вы сами какой-то проект предложите быть? Ну, хоть я сам и не являюсь экспертом, ну, грантов главы я точно не являюсь, я являюсь экспертом Росмолодёжи, но я такого не делаю. Ну, как можно сказать? Это немного конфликт, конечно, интересов, во-первых, хоть я и не оценивал проекты, во-вторых, я всегда, когда вот у нас, понятное дело, всегда есть и официальная статистика, я открыто говорю, какие у нас направления более популярны, это не говорится о том, что они какие-то более социально значимые, какие-то менее социально значимые, они все социально значимые, просто по некоторым направлениям объективно жестче конкуренция. Ну, это так, вот мы всегда об этом говорим. Есть те проекты, естественно, когда вот мы, опять же, с коллегами ходим на интервью и так далее, мы хотим подсветить определенные тематики и сказать что вот по этой социальной тематике вот пожалуйста обратите внимание наши некоммерческие организации или появляется новая тематика там у фонда президентский грант фонда культурных инициатив и мы как организация мы всегда понимаем что есть это новая тематика что наша цель донести до наших некоммерческих организаций что вот новое направление появилось подавайте туда тоже как правило на новое оно пока еще там меньше конкуренция больше возможности выиграть а значит если выиграть это уникальная возможность вот мы говорили в начале про социальную ответственность что с одной стороны люди которые вот берут на и на свои хрупкие плечи возлагает только огромный социальный груз и с другой стороны это же мне кажется у всех у вот здесь присущусь присутствующих есть уникальный опыт удовольствие от реализации своей идеи потому что на самом деле когда ты пишешь и когда ты потом видишь что это все вот благодаря просто вот как говорится слова превращается в дело то есть ты написал захотел слет ты его провел самоорганизовал потому что все как говорится съезды слеты это титанический организационный труд и ты его уже провел это вот реально такой адреналин такое удовольствие от реализации проекта то же самое про те случаи когда люди не возвращаются в ту среду социально неблагополучно это тоже у конечно есть проценты возврата но когда вот именно доведено до конечной как если галочка поставлена доведено до конечной цели это уже совсем другое удовольствие и про опять же школьников уверен что есть вот из тех кто там на фотографа обучился на швею сейчас будут девочки обучаться из них когда там с течением времени появятся именитые люди которые будут в очереди записываться на фотосессию там или заказывать наряды это тоже потом возможно они будут сидеть на этих местах давать интервью и говорить а вот когда-то я обучилась по этой программе вот поэтому тут вот вот это удовольствие же огромное кстати давайте про удовольствие про сложности мы поговорили а что действительно вам приносит удовольствие от реализации вот этих вот проектов и обратная связь от тех для кого вы это делаете ну вот как андрей александрович уже сказал вот самое наверное большое удовольствие когда мы видим вот этих людей которые когда-то к нам обращались за помощью и мы приезжаем там на заправку человек работает уже много лет на этой заправке то есть заправщиком либо и как он вот и вас встречает даже осознает конечно конечно не охотно бывали бак бензина бывает нас просят рассказать истории мы рассказываем обезличенно да вот эти хорошие истории когда создали семьи то есть там сколько браков у нас было заключено между вот людьми и женщинами которые там дети люди стали даже предпринимателями то есть вот какие-то волшебники просто на самом деле нет очень большой процент людей все таки мы считаем все равно возвращается туда вот вот обратно возвращается потому что повторы но рецидивы да так называемые они есть хорошо помогать вернее не то что хорошо легче всего помогать людям с маленьким стажем бездомности то есть когда мы вот их сразу практически успели подхватить они большим сами возвращаются приходят прямо говорить приходят да конечно по несколько раз бывает некуда идти на улице не оставишь люди у которых маленький стаж бездомности им проще помочь то есть они пока вот не проросли как говорится туда вот совсем вот в этот социум их подхватили вовремя и им просто руку помощи протянули и они конечно же все возвращаются и потом вот этот период как бы своей жизни ну может быть там вспоминают как-то не хотя да что ну было было слава богу все стало хорошо и вот они вернулись а ведь наверняка у кого-то из них есть и семья и есть в общем то куда пойти но идут к вам вот интересно да родственники к сожалению у таких людей чаще всего родственные социальные связи же потеряны то есть от них да отворачивать такой вот образ жизни он приводит к тому что все связи рвутся то есть там образ жизни ну предполагает то что не хотят с ними маргинальный образ жизни не хотят с ними ни родственники не дети там никаких отношений поддерживать когда человек уже восстановился пришел в себя тогда да вот как они находят работу причем очень многие очень много вот людей они когда человеческий вид как говорится приходят они многих же есть дети и они вот пытаются выйти на связь со своими детьми какие-то деньги зарабатывают они посылают своим детям родителям престарелым которым находятся где-то вот в улусах и хотят эти связи снова хотят эти связи восстановить и не все потеряны на самом деле для общества вот эти вот люди бездомные у нас вот оксана простите его слушала бы и слушала вечно у нас программа закончилась я благодарю вас от всей души за то что вы пришли сегодня рассказали о своих проектах все замечательные слушатели и зрителей благодарю за внимание и жду вас снова в нашей студии всем спасибо